Как стало известно информационное агентство Prime Crime, вчера в Стамбуле ворами из окружения Гули и с его же согласия возвращены воровские полномочия сорокалетнему Лекса Логуа, которых он был лишен дважды, сначала в 2015 году членами клана Шакро, а потом в 2018 членами его же собственного менгрельского клана. Напомним, в первый раз Лекса пострадал из-за подписи под заочным решением Паравшану и Тахи, когда вернувшийся из Испании Шакро развернул широкомасштабную чистку кадров. Лекса пришлось соврать, что его вписали в прогон без его ведома, но в это никто не поверил. И весь последовавший в 2015 году трехлетний срок за наркотики он отсидел не вором. Лекса запретил называться вором Звиад Азманов, когда тот проходил этапом через Нижний Новгород по пути в колонию в Пензу. Освободившись в 2018 году, Лекса почувствовал отчуждение коллег-менгрелов, которым не понравилось, как он открестился от их общего дела, и на второй день свадьбы Ники Гагринского Лекса объявили, что он не вор. Инициатором реабилитации Логуа стал Бесо Зарандия, с которым Лекса все это время поддерживал тесное общение. Бывшие претензеры из числа менгрельских собратьев. Роланд Гигичкори и Иракли Булискерия отозвали свои претензии к Лекса, решив считать эту сугубо внутреннюю разборку исчерпанной. Тем более, что прощать старые грехи в воровском мире стало новым трендом. Правда, при этом никто не поинтересовался мнением Азмановых. Однако Бесо сказал, что берет Езидов на себя. Что касается Гули, не возражая против Лекса в целом, он предложил не смешивать его вопрос с теми, которые обсуждались накануне на Большой Сходке, посвященной Важе Беганишвили, с участием трех с половиной десятков воров в законе. Если вы хотите быть в курсе последних и самых актуальных новостей из криминального мира, подписывайтесь на наш канал.